В последние дни августа в Ниньском округе традиционно празднуют свой день рождения клуб бардовской песни «Арктика». Это день рождения предюбилейный. В следующем году обществу любителей песен под гитару исполняется 20 лет. О клубе и его работе мы поговорим сегодня в студии. Это актуальное интервью. Я хочу представить наших гостей, участники клуба самодеятельной песни «Арктика» Илья и Ольга Чупровы. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Но так как вы представляете единственный и уникальный клуб в Ниньском округе, давайте, наверное, немножко поговорим о нем. Знаем, что в этом году у вас было выборное собрание, на котором переизбирали председателя. Да, у нас был период затишья. Мы, в общем-то, уже, можно считать, возрастные. По сравнению с клубами других регионов, которые есть, гораздо мало же нас. Поэтому мы гордимся своим возрастом. В этом году мы сменили председателя. Теперь у нас был Адаменко Юрий Григорьевич и сейчас Дементьева Анжелика Александровна. Это у нас, можно сказать, начало нового периода. Мы сейчас начинаем активизировать свою деятельность, начинаем развиваться, продолжать свое развитие. Мы продолжаем какие-то связи налаживать с другими регионами, с другими авторами-исполнителями. Поэтому для нас этот год, он как бы начало нового толчка развития, который ожидается в дальнейшем. Клуб у нас сам по себе небольшой. У нас очень большое количество людей прошло через нас. У нас костяк, где-то, грубо говоря, человек 15 есть, которые активно участвуют в деятельности клуба. Есть люди, которые просто приходят к нам на концерты, приходят просто послушать нас в формальные, неформальные встречи. Поэтому мы дорожим деятельность нашего клуба, стараемся его развивать и, конечно же, получаем от его деятельности огромное удовольствие. Чем сегодня живет клуб? Какие выступления и где даете? Ну, вообще, лето — это период затишья, как везде традиционно. Кто успевает и выезжает летом на фестивали, тот туда выезжает. Мы уже не всегда на них попадаем, поэтому лето — это, еще раз повторю, это период затишья. Весной у нас был сольный концерт с Ильей. Последний раз такой концерт у нас был 12 лет назад, такой зодиакальный цикл получился. Второй концерт был в мае. Ну и следующий концерт нас попросили не тянуть 12 лет и сделать немножечко пораньше. Думаем над этим. Ближайшее, что будет, это в августе или даже скорее в сентябре, это проведение совместного проекта с детской музыкальной школой города Наринмара. Возможно, это фестиваль среди детишек, которые учатся в музыкальной школе, при участии как раз клуба авторской песни. Фестиваль, бардовский фестиваль авторской песни. Но петь будут детишки, которые получают классическое музыкальное образование по классу гитар. То есть это будет такое слияние классической и любительской песни. Да. Потому что те совместные проекты, которые у нас уже были, совместные музыкальные школы, нам очень понравились. Надеюсь, что и представители музыкальной школы, и преподаватели, и ребятам тоже. Поэтому мы решили на этом не останавливаться и продолжать эту деятельность. То есть мы совместно коперируемся на гитарах, инструментах, поём, подыгрываем друг другу, какие-то делаем аккомпанементы, какие-то вариации музыкальных тем. И в принципе, получается очень неплохо. И это толчок для вообще общего роста для всех. Поэтому будут, может быть, не только какие-то песенные темы, может быть, будут просто какие-то музыкальные темы, которые будут известные бардовские песни Юрия Лисбора, Акуджаву, просто в качестве исполнения на одной гитаре. Это вполне допустимо. Это будет очень интересно, мне кажется. И мы вот в предвкушении этого события. А вот что касается концерта, там у вас были какие-то новые песни. Вообще кто у вас сочиняет песни? Или вы все поёте вот то, что было написано ранее? Ну, здесь, скажем так, вот мы с Ольгой, мы, конечно, своих песен не исполняем просто потому, что не пишем. Хотя я готовлю, скажем так, проект, где я буду в качестве композитора на стихи наших местных поэтов. Таких, как Инга Артеева, Светлана Коныгина. Есть архангельские поэты, с кем мне очень интересно сотрудничать. Но это пока в стадии зародушек. Какие-то вещи, они уже есть, они прорабатываются. Надо ещё согласовать, собственно говоря, с авторами текстов. Но тоже этот проект готовится. А мы в первую очередь выступаем как исполнители. Но в нашем клубе есть и непосредственно авторы. Правда, сейчас он уже выехал. Борис Трофим, Алексей Коченов. И хотя эти люди сейчас живут не с нами, они живут и где-то в Белоруссии, и в Москве, всё равно мы считаем их участниками своего клуба, и они всегда с нами. Кроме этого, Сергей Ларин, который имеет свои песни, и я надеюсь, что он их продолжает писать. Большая часть – это, конечно же, всё-таки исполнение чужих песен. Но мы исполняем как и наших авторов, так и других, которые нам нравятся, которые живут в других регионах России. А насколько вообще популярно это бардовское движение в Ненинском округе? И какие показатели говорят о популярности, на ваш взгляд? Я бы не мог применить слово «популярность» к авторской песне. Это всё-таки такое элитарное искусство, которое достаточно непремелю в больших массах. Потому что это всё-таки некое… Скажем так, если эстрада – это конфеты, что-то очень вкусное, очень яркое, «Хлеб наш насущный» – он именно в авторской песне. Когда питаешься одним хлебом, иногда хочется волей-неволей попробовать ещё какую-то конфету, что-то сладенькое, которое бы смягчило вот эту вот, может быть, некую сложность восприятия. Потому что идёт акцент на стихи, на глубокую поэзию, и достаточно в наше время каких-то искромётных шуток, достаточно сложно воспринимать какие-то глубинные вещи. Поэтому далеко не все принимают авторскую песню в том виде, в котором она есть. Но есть более достаточно мягкие вещи, которые легко воспринимаются большинством. Олег Митяев – очень яркий представитель этого направления. Песни его поются в большинстве, как бы звучат и на радио, и на телевизоре. В Нейском автономном округе тоже, скажем так, есть те, кто рады приходить к нам на концерты. Но всё-таки я считаю, моё личное представление, что это достаточно небольшая группа людей, которым, скажем так, нравится наше творчество, и которые готовы слушать его. Тем не менее, мы ими дорожим, и для того, чтобы сделать его более популярным, надо, конечно, в первую очередь расти самим. Надо повышать свой уровень на гитаре, надо повышать свои вокальные данные, надо учиться находить или создавать стихи, которые действительно соответствовали общим требованиям высокой поэзии. Потому что авторская песня – это, в первую очередь, стихи, наложенные на гитару, на музыку. Ну и самосовершенствованием вы занимаетесь сами в кругу клуба и, наверное, взаимодействуя с другими регионами. Да, конечно. Мы стараемся заниматься, то есть мы делимся опытом друг с другом, мы стараемся репетировать, находить какие-то вещи, находить что-то новое на гитаре, совершенствоваться. Поэтому этому, в общем-то, процессу нет конца. Раньше, выезжая на фестиваль, мы обязательно привозили тонны несметного, снятого материала, очень драгоценного, потому что здесь у нас, ну, можно сказать, всё равно вакуум, от большой земли мы далеко. И привозили с собой видео, аудиозаписи с тех вот исполнителей, которые нам особенно приглянулись, понравились. Потом это снималось по-чёрному, как мы говорим, то есть буквально по-аккордово. Вот. И потом эти песни уже идут дальше. По-другому с авторской песней, в принципе, наверное, никак. Даже вот сейчас, в современный период, известных авторов, исполнителей очень немного. Но при этом те, которые известны, собирают стадионы, тот же Митяев, про которого Илья уже сказала. Какой самый, какой крупный фестиваль или последний, на котором вы побывали? Один из последних. Ой, как это давно было. Мне кажется, один из последних — это наши, которые мы раньше проводили. Фестиваль «Полярный акварель». Он проводился раз в два года. Последние годы пока затишье, ввиду того, что и финансовые сложности, и сложности в том, чтобы найти людей для участия в таком фестивале. Потому что не хочется только сами выступать. Хочется, чтобы приходили люди и из деревень соседних, как это было раньше. Но такой фестиваль у нас был. До этого мы выезжали и на Грушинский фестиваль, в принципе, всемирно известный, считается. Это крупнейший международный фестиваль. Под Самарой он проходит. Кировский фестиваль. Гренландия «Новый век» тоже проходит. Ну вот Гренландия собирает 20-30 тысяч человек. Груша, в простонародье, и Грушинский фестиваль до 200-300 тысяч человек собирает ежегодно. Ну, в последние годы мы туда, конечно, уже не ездим. Не совпадают планы наши и планы Груши. Ну вот ваша организация, как некоммерческая, она имеет какую-то поддержку от округа? Поддержка, да, конечно, есть. Это грантовая поддержка, в которой мы принимаем участие. В департаменте региональной политики вот те конкурсы, которые проводят, мы стараемся в них принимать участие. Наши проекты поддерживают. Это очень приятно. И вот за счет этих проектов мы можем развиваться в финансах. То есть мы вот на последнем проекте благодаря вот этому гранту мы закупили новое оборудование, которое мы уже начали эксплуатировать на наших концертах и будем в дальнейшем его использовать. То есть ни в коем случае, чтобы оно там не залеживалось. Это как бы и новые колонки, это и микрофоны, стойки для микрофонов. Плюс то оборудование, которое мы покупаем для себя. И вот за счет этого симбиоза, грантовой поддержки своих личных финансовых средств у нас уже получается что-то такое более-менее приличное, с которым можно выступать, участвовать. Вот. И уже ездить и по селам, как это раньше мы были. Было сейчас, есть у нас период задержки, но мы снова хотим начать реализовывать эти проекты уже на деревнях, в селах, где-то в школах выступать. Был у нас золотой период нашего расцвета, который мы надеемся повторить. То есть это, можно сказать, пиковое развитие, да? То есть взлет, падение, взлет, падение. Вот. Я думаю, что точку падения мы уже прошли. И сейчас у нас идет развитие в дальнейшем. И хотим привлекать ребят и в школах, которые занимаются на гитарах. Оказывается, когда мы начали погружаться в эту среду, очень большое количество ребят, которые играют на гитарах. В общем-то, как и всегда это было. А единственное, что они, ну, кто-то не хочет, может быть, кто-то стесняется, кто-то хочет, но не знает возможностей раскрыть свой потенциал, свое видение музыкального инструмента, такого как гитара, где-то вне круга своих друзей и знакомых. То есть выйти на площадку более широкую. Вот мы хотим этих ребят найти, предложить им поучаствовать вместе с нами. Может быть, сделать какие-то сольные проекты. Вот это говоря о том, что и финансовая поддержка округа, она тут, конечно, нам очень способствует. Так же, как когда-то мы пришли в клуб, мы тоже были со стороны, с улицы пришли. У нас не у Ильини, у меня нет музыкального образования. Мы, конечно, не хвастаемся этим, но вот тем не менее. То есть люди, не обладая такими музыкальными, большими профессиональными возможностями, могут прийти, начать попробовать, а вдруг понравится. Ну, это пока в планах, пока нет никаких конкретных расписаний, куда приходить учащимся. И когда это все будет, когда планируется открыть? Значит, у нас получается, что сейчас дворец культуры Арктика нам выделил помещение. Мы собираемся каждый вторник в 20 часов, в 20.00. Это, получается, место, где может прийти любой, кто хочет научиться играть на гитаре, кто хочет просто послушать. То есть мы собираемся, пьем чай, обсуждаем какие-то наши планы, проекты, начитываемся друг перед другом, вот, и просто поем песни. Вот это то место, куда можно приходить регулярно, каждую неделю. Если что-то там, какие-то планы меняются, мы стараемся тех, кто ходит регулярно, извещать об этом, что там, либо там как-то смещается время, еще что-то, ну, это уже внутренняя кухня, да. Вот, поэтому вот это то место, куда может прийти любой абсолютно бесплатно, так как общественная организация, да, получить какие-то мастер-классы и получить то, что он, в принципе, хочет. И отдельно, конечно, мы ждем начала учебного года, когда уже все пойдут в школу, будут искать какие-то выходы пути развития своего творчества. И тут мы уже будем непосредственно уже конкретно работать вот по своим направлениям. А сейчас вот конкретно у нас будет концерт, фестиваль совместно с музыкальной школой. А когда он придет? У нас это, мы определяем пока осень, вот, а там уже будут по готовности. То есть особенность работы нашей организации в том, что мы можем готовить как бы не конкретному числу, да, то есть мы чувствуем, что у нас еще мы не готовы. Мы, значит, можем сместить дату. Когда у нас уже будет что-то готовое к показу, мы уже определяем дату и так уже непосредственно к нему начинаем готовиться. Поэтому сейчас даты нет, но это мы хотим осень, может быть, поздняя осень. Вот так вот пока расплывчато. А есть ли в планах поездки по ближним населенным пунктам? Там ведь тоже есть наверняка люди, которые любят авторскую песню. Есть, в планах это есть. Мы периодически это обсуждаем. Единственное, нам сейчас надо более конкретно решить, кто и когда. То есть это надо, чтобы вопрос с работой, потому что все люди работающие, все с семьями. Вот, и, соответственно, ну, как бы, как правило, всегда в селах, в деревнях у нас всегда идут навстречу артистам, которые приезжают из города, с других регионов. Тут мы, в общем-то, проблем не видим. Единственное, мы сейчас определяем репертуар, определяем, кто, когда, какие-то средства все равно финансовые понадобятся, на каком транспорте мы будем добираться. И, в общем-то, мы постепенно этот вопрос прорабатываем. Мы очень хотим бы выехать. Ну, выезжали мы раньше, помнится, и на яхте, тоже телевизору летом. Ездили зимой на буранах в телевизору, ездили на машинах в красное. То есть нас знают по деревням, у нас есть там свои люди, которые тоже поют и играют. Вот, поэтому мы с удовольствием всегда приезжаем, видим там уже знакомые лица. А вот, говоря о развитии вашего клуба, ваших участников, вот хочется узнать ваше мнение. Ваша коллега Инга Артеева выпустила клип, очень такой необычный. Вот, какие ваши впечатления? Вообще, на самом деле, уровень самодеятельности в нашем регионе за последнее время очень вырос. Я считаю, что это во многом за счёт сотрудников Дворца культуры Арктика, которые задают планочку, такую достаточно высокую, профессиональную, хорошую, но там-то не самодеятельность, там-то уже профессионалы выступают. Но, тем не менее, когда мы это каждый день видим перед своими глазами, волей-неволей начинаем расти сами. И Инга Артеева в том числе, она сейчас пишет потрясающие песни, у неё шикарные аранжировки, клип, который она сделала, мне кажется, вполне достоин уважения. Вот, и остальные, в общем-то, все вот начинают подниматься. Мне, ой, ой, я с огромным удовольствием хожу на выступления наших коллективов, я получаю удовольствие не меньше, чем от приезда каких-то известных артистов, которые известны по всей России. То есть это действительно уровень уже... И, собственно говоря, мы сами тоже хотим к этому уровню подниматься. А вот говоря о приезде известных артистов, как вы знаете, в сентябре приезжает Дмитрий Коган. Ходите ли вы на концерты классической музыки? Дмитрий Коган. Это действительно величина, это артист. Мы, в общем-то, уже были на его концерте, когда он приезжал в прошлом году. Мы в музыкальной школе, там, где у него был мастер-класс вместе со скрипачами, которые он проводил. И когда он проводил уже в артикультуре Артика. Это тот уровень классики, который может слушать каждый. То есть классика не всегда интересна, но он подает ее настолько вкусно, эту классику, что Когана слушать, ну, просто можно с удовольствием и долго. Только он долго не играет, жаль, но вот, да, мы ходим. Вот вы сказали, классика может быть вкусной, а вот бардовская песня, она может быть вкусной. И предпринимаете ли вы какие-то попытки для того, чтобы она такой была? Есть, конечно, вот мы, в общем-то, я думаю, есть сейчас смысл спеть что-то из классических вещей. То есть Юрий Висборг, песня называется «Радуга». Песня, ну, достаточно старенькая просто за счет того, что ее уже написал Юрий Висборг. Мы ее услышали в исполнении его внучки, Варвары Висборг. Такое, несколько новое исполнение, да, то есть как бы не уходящее далеко от оригинала, но при этом это некоторое такое современное, может быть, прочтение, да. И мы сейчас вот хотим этот вариант показать. Песня «Радуга». С удовольствием. Смотри-ка, моя дорогая, к нам «Радуга» в гости, какие законы ютона лучей преломленья. Ах, глупенький, радуга, это же временные мости, от поля до неба, от вечности до мгновенья. Смотри-ка, моя дорогая, вот веточка моя. Ах, глупенький, это привет от далеких созвездий. Какая ж ты умная, брава, моя дорогая. Конечно, мы милы, ведь небо смотреть интересней. То листья, то вести, то снег, то весна, то блестки надежд на цветных парашютах. Разломанным яблоком сходит луна. По сходням на берег стекают минуты, Как капли времен, без границ и без дна. Но хлеб-то, моя дорогая, рождается в поле. Смотри-ка, засея на поле пшеницы озимой. А небо засеяно звездами, глупенький, Коля. Ах, что-то сегодня с тобою мы несовместимы. Но как же на небе прожить без крылечка и хлеба? Мы пристроимся где-нибудь здесь, в ожидании чуда. Согласна, но будем поглядывать в синее небо, Поскольку уж если придут чудеса, то оттуда. То листья, то вести, то снег, то весна, То блестки надежд на цветных парашютах. Разломанным яблоком всходит луна. По сходням на берег стекают минуты, Как капли времен, без границ и без дна. Поскольку уж если придут чудеса, то оттуда. Поскольку уж если придут чудеса, то оттуда. То листья, то вести, то снег, то весна, То блестки надежд на цветных парашютах. Разломанным яблоком всходит луна. По сходням на берег стекают минуты, Как капли времен, без границ и без дна. Поскольку уж если придут чудеса, то оттуда. Спасибо большое. Действительно волшебной песней. Сейчас таких не услышишь. У вас семейный дуэт. Мы знаем, у вас есть дочка. Вы как-то ее привлекаете к этому искусству? Дочка участвовала в одном из последних наших проектов. Это мультконцерт, который был вместе с музыкальной школой. Она не поет. Сейчас уже лет с четырех она вместе с нами пела. При этом она знает весь наш взрослый репертуар. Но детские песни как-то ей не особо близки. Ей сейчас интересна гитара. Она занимается именно в этом направлении. Они с папой регулярно делают какие-то совместные вещи на эти концерты. Как раз совместные проекты. Вообще петь что-то она как-то пока уже, видимо, или пока еще не хочет. Но гитару любит. Гитару держит. Да, у нас замечательные преподаватели в музыкальной школе. Поэтому тут, как говорится, трудно не полюбить инструмент, который так вкусно преподается. Мы решили, что один человек в семье должен быть с музыкальным образованием, который знает и ноты, и нотной грамотности, и все остальное. Я считаю, что сама с удовольствием убежала в музыкальную школу, когда было предложено, был такой восторг от возможности научиться играть на гитаре, что, конечно, мы тут всячески пытаемся поддерживать. А вы сами не планируете получать музыкальное образование? Да как-то трудно уже представить, где, как, в какой возможности получать музыкальное образование. Я так понимаю, это вопрос, наверное, о том, что музыкальное образование подразумевает какую-то корочку на выходе, то есть диплом профессионального гитариста. Ну, заочно, наверное, это проблематично, хотя не знаю, на самом деле, не задавался таким вопросом. Ну, было бы иногда, на самом деле, чувство, что не хватает каких-то музыкальных основ, на которые бы в дальнейшем ложилось все остальное развитие. Но за счет того, что у нас очень есть творчески одаренные друзья, мы стараемся, конечно, с ними общаться. И вот музыкальное образование такого неформального характера, оно все равно проходит каждый день. А вот мы знаем, что, Илья, вы были весной, в Ниндзьском округе был первый конкурс караоке, вы были судьей. Вот как вы относитесь к караоке, и как вам вообще понравилось ли там председательствовать? Честно сказать, для меня караоке — это всегда было, скажем так, горланистые песни пьяных людей, которые, да, просто, придя в ресторан, пытаются тут что-то из себя выжать, попеть, ну, получить какую-то долю удовольствия. Когда у нас появился вот этот вот ресторан, да, арт-клуб караоке, и когда вот начали проводить вот такие вот конкурсы, я несколько пересмотрел свои взгляды на это. Я увидел, что есть ребята, которые, ну, при отсутствии возможности выхода на большую сцену, да, вот с такой возможностью проявить какие-то свои вокальные данные и спеть достаточно хорошо, и абсолютно, что называется, на сухую, не злоупотребляя алкоголем. Это действительно интересно. И быть участником жюри такого конкурса было тоже весьма любопытно. Ну вот, и завершая нашу программу, хотелось бы узнать, будете ли вы выступать на дне города, и когда ваше ближайшее выступление, где вас можно будет увидеть, услышать? Ну, мы всегда, если нас приглашают, мы стараемся по возможности идти на встречу, мы соглашаемся, потому что, в принципе, это возможность, опять же, показать авторское движение, что называется, в действии. Вот, и в рамках города мы готовим несколько песен, и я думаю, что где-то в сольных концертах мы их обязательно покажем. Ну, а концерт, вот ваш, клуб авторской песни до конца года будет? Я думаю, что да, будет. У меня есть идея организовать это, может быть. Ну, мы всегда ищем какие-то поводы. Иногда бывает, что вот, например, наш совместный концерт, который был в мае, сольный концерт, мы просто решили, давай сделаем, и решили сделать концерт, да, просто потому что вот почувствовали, что есть такая у нас внутренняя необходимость. Бывает повод, бывает без повода. И один из поводов, это как бы и день рождения нашего клуба, развитие, плюс совместный проект с музыкальной школой, и, возможно, там, дни рождения конкретных участников нашего клуба, которые будут до конца года проходить. Возможно, привязка к ним, будут какие-то концерты именно нашего клуба. Спасибо, Илья, спасибо, Ольга. Я напомню, сегодня в студии актуального интервью у нас в гостях были участники клуба авторской песни «Арктика», и говорили мы о работе и перспективе этого клуба. Это актуальное интервью. До встречи.